Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас молочные бургеры с разными вкусами. У меня с клубникой, бананом, шоколадом и обычный классический. Так, на заметку, кто спрашивал мне в комментариях, сколько стоят такие молочные бургеры. Одна штука стоит один монат, что делает 44 российских рубля. У нас 9 штук, я хотела 10 взять, но, к сожалению, в магазине 10 штук не было. То есть я обещала вам 10, но, к сожалению, не было в магазине. Все, что было, я забрала. А было всего 9. Искать в другие магазины, ездить мне было неохота, я решила не заморачиваться. Тем более у меня сегодня дела. Сегодня у нас важная встреча. Господи, никак не могу открыть. Возможно, я вам буду снимать, показывать вам, интересно про мою работу. В общем, вот такой вот молочный бургер. Именно сегодня я решила снимать молочные бургеры, потому что у меня вчера всю ночь просто... ...влезался зуб. У меня растут... ...зубы мудрости. И вроде сейчас уже зуб не болит, но все равно есть такой дискомфорт. Кажется, это так больно. Бедные маленькие дети, у которых растут зубы. Не только 4 зуба, а прям весь рот растет. Столько новостей. Не знаю, с чего начать, чем закончить. Есть офигенная новость. Давайте сначала с хорошей. В общем, я закрыла кредит. Помните, когда я покупала квартиру, я немножко, небольшую сумму, точнее, 8 тысяч монат взяла в банке в кредит. Я разделила эту сумму на полгода, получается. Но закрыла преждевременно, чтобы не платить проценты. Конечно, да, у меня там в приоритете машины и все дела. Но чем платить проценты и гонять на тачке, лучше закончить с кредитом. И все. Я сейчас уже никому ничего не должна. Со спокойной совестью могу копить денежки, которые у меня были на руках. Я просто решила закрыть свой кредит, который у меня еще остался. Сейчас, получается, я никому ничего не должна. Ни копейки. Я изначально планировала немного по-другому сделать, на самом деле. Потихоньку платить кредит и в то же время копить на машину. Потом я подумала, нафига мне это надо, куда я спешу с этой машиной. Пусть не в декабре куплю машину, пусть и в январе, в феврале. Но самое главное, чтобы у меня не было долгов и каких-то хвостов. Вчера сходила, закрыла кредит. Получила справку, что у меня уже нету долгов. С одной стороны, хорошо, что я взяла эти деньги в банке, потому что у меня теперь есть неплохая кредитная история. Вчера мы ходили смотреть квартиру для моего брата. Мой брат хочет купить квартиру. В общем, насчет кредитной истории, вообще всех этих кредитов, я вот всегда говорю, что ипотека, это очень невыгодно. Мы смотрели один вариант, это была двухкомнатная квартира. И вообще у нас двухкомнатные квартиры стоят 4 миллиона где-то. По идее, такой большой прям разницы между однокомнатной и двухкомнатной, но так нету. Всего одна комната получается, да, разница. Нам вроде вариант понравился, мы начали его рассматривать, там уточнять какие-то моменты. Оказывается, этот вариант в ипотеке. Причем ипотека не у застройщика, а через банк. Женщина объясняет, у меня беспроцентный кредит. Я сразу понимаю, если участвует третье лицо банк, и тебе этот кредит дали на 20 лет, как может быть он беспроцентный? То есть, ну это просто нереально. И она, получается, хочет миллион себе на руки, и 5 миллионов она еще должна банку. Она до этого уже 7 лет платила по 50 тысяч ежемесячно. Я, наверное, как-то запутанно рассказываю, да? Суть в том, что цена ее квартиры, и она за эти 20 лет платит тройную сумму за свою квартиру. Ну ладно, 2,5. Ну это дохрена! Это очень много, и когда ты продаешь, очень сложно продать такую квартиру. Такую квартиру купит человек, которому тоже нужен кредит. Но если наличный человек собирается покупать, то зачем ему все эти обременения, лишние проценты платить? Хотя квартира понравилась. Понятное дело, если бы банк с этого бы не зарабатывал, нахрена ему вообще участвовать во всем этом? но все равно переплата просто максимальная. Вроде все устраивает, но то, что вот квартиры в ипотеке нет. В инстаграме я увидела рекламу, типа квартиры в ипотеку, без банка, без посредников, и все такое. И там типа ежемесячная оплата, первоначальный взнос, но не написано, сколько месяцев нужно платить. Ну, я так подумала, рассчитал, наверное, где-то лет 5. Решил все-таки позвонить, уточнить. Думаю, одна хата есть, пусть будет еще одна. Звонила. И как вы думаете, сколько лет они мне сказали? 15 лет. 15. Это получается за однокомнатную квартиру мне надо будет заплатить, как за четырехкомнатную квартиру где-то в центре. Прикиньте, настолько большая разница. Ну, в общем, я не знаю, как у вас. Напишите, пожалуйста, в стране, в которой вы живете, выгодно ли брать ипотеку. Я, конечно, понимаю, когда у людей нет другого выхода, и получается, чем снимать квартиру и платить просто какому-то дяденьке. Лучше платить за свою квартиру. Но в остальных случаях, это невыгодно. вкусные молочные бургеры. Вчера, получается, мой парень уже улетел в Украину. Всем из Украины большой привет. он сейчас в Киеве. Решил поехать посмотреть достопримечательности Украины. Он вообще любит Украину. Думал между Казахстаном и Украиной, куда поехать отдыхать. В Казахстан я бы хотела поехать сама вообще. Без никого. Чисто я и Казахстан. Вот. Но он все-таки остановился на Украине. Это рада была, что он едет в Украину. В Казахстан. Говорю, поедем вместе. У людей мечта поехать в Европу, не знаю, в Америку. У меня СНГ объездить. Смотрите, какой бургер аппетитный. Ну, много-много, на самом деле, не доем. Хорошо, что 10 не взяла. Самое главное, что я закончилась с кредитом. Все равно, вот, что бы ни говорим, мне некомфортно, думая, что я должна каждый месяц отдавать энную сумму в банк. Как-то это обременение, что ли, какое-то. Думая так, в то же время, я звоню и узнаю насчет ипотеки. Мне, на самом деле, просто было интересно. И прикол этих рекламных проектов заключается в том, что напишите сразу. Ипотека в 20 лет. Первоначальный взнос такой-то, такой-то. Оплата столько-то, столько-то. Почему нельзя всю информацию давать сразу? Типа ты позвонишь, узнаешь, что это 20 лет, и все равно скажешь, ну, нафиг мне это не надо. Так, ну, не все равно. вчера я закрыла кредит пришла домой поела вкусняшек и просто валялась весь вечер смотрела ютубчик блогеров, разные влоги просто кайфовала решила устроить себе выходной думаю заслужила, закрыла кредит жизнь прекрасна но к сожалению единственное с машиной придется немножко подождать в общем я наелась, спасибо что досмотрели это видео до конца обязательно подписывайтесь и пробуйте такие бургеры потому что они нереально вкусные просто много не съешь, сколько получается я съела 5 штук и я наелась уже мне не хочется, заставлять себя тоже не в кайф спасибо что досмотрели это видео до конца если вам не сложно подписывайтесь и ставьте лайки пока